СВЕРХЕСТЕСТВЕННО Здравствуйте, с вами я, Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где всё естественное сверхъестественно. Мой сегодняшний гость ощущает просто великую славу. Вы готовы ощутить новый уровень славы? Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провёл более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Здравствуйте, с вами Сидрот и доктор Джордж Карл. Я называю его апостолом Божьей славы из Германии. Итак, Карл, вы изучали богословие. А в учебном заведении, где вы его изучали, не делали особого акцента на духе. Но как-то к вам приехал очень необычный приглашённый оратор. Что же тогда случилось? Один наш профессор-атеист пригласил докладчика из Малайзии, который должен был прочитать лекцию в зале нашего университета. Но вместо этого он стал говорить о чудесах. К концу этой лекции я подумал, возможно, у людей, работающих здесь, в университете, и отличный интеллект, но у этого парня есть именно то, что мне действительно нужно. Поэтому я пошёл в палатку и исполнился там духа. У него была встреча в палатке, да? И вот вы пошли туда. Объясните, что значат ваши слова о том, что вы исполнились духом. На той встрече я начал говорить на языках, хотя, будучи тогда богословом, я вообще не верил в возможность говорения на языках. Но там я стал на них говорить. Через несколько месяцев эта встреча в палатке имела для вас последствия. Что же с вами там произошло? Да, я лежал на диване в студенческом общежитии в Тюбингенгском университете, просто размышляя великой молитвы. Я не спал. Я вовсе не спал, но внезапно, когда я молился, у меня появилось такое чувство, будто какая-то сила начинает поднимать мою голову с дивана. Мне стало казаться, что я стою, но когда я посмотрел вниз, по левую сторону от себя, я увидел, что не касаюсь пола. В итоге я оказался в воздухе, а мои пятки остались на диване. Прежде чем я смог о чём-то подумать, я почувствовал, как три огромных потока любви пронеслись через всё моё тело от макушки до стоп. Я ощутил, как по мне струилась тёплая любовь. И после того, как три этих потока прошли через меня, меня постепенно снова вернуло на диван. Конечно же, я был совершенно ошеломлён произошедшим. Я не понимал, что вообще произошло в тот момент. Я потихоньку встал с дивана и подумал, что же это такое было. И тогда я понял и ощутил, что это был поток божественной любви. Я ещё раз повторяю, Джордж учился в месте, где не говорили о духе. Очень хорошо, что вы не рассказали об этом тому профессору-атеисту, но это было начало самого удивительного приключения в вашей жизни. Вы учите славе. Вы ощущаете эту славу. Сейчас в Германии, в той церкви, где вы апостол, очень многие ощущают эту славу. Какое у вас любимое место в Писании о славе Божией? Наверное, их два. Первая — это шестая глава книги пророка Исаия, где ангелы взывали и говорили, «Вся земля полна славы Господа». А второй стих, мне кажется, даже лучше, это Аввакума 2.14, который, как я думаю, относится именно к нашим временам, потому что там сказано, в конце концов, познание славы Господа наполнит всю землю, как воды наполняют море. И это настоящее откровение. Да, оно действительно являет нам славу. Когда люди начинают ощущать славу, к ним приходит познание Бога. Но как же нам распознать эту славу в нашей жизни? Вообще, я считаю, что славу нельзя распознать интеллектом. Она должна переходить от духа к духу, ибо слава — это духовная суть. Но как только вы начинаете жаждать чего-то настоящего в своей жизни, вы сразу же распознаете славу, потому что обнаружите, что сущность славы — это и есть ответ на ваше самое заветное желание. Это исполнение заветных желаний. Именно это и создал Бог, верно? В самом начале Он одел нас в свою славу. А что происходит во славе? Это подобно вздоху облегчения для всего духа, души и тела. Например, я часто задаю людям вопрос, как долго, по вашему мнению, болезнь будет пребывать во славе? Разумеется, ответ на этот вопрос и секунды не будет. Потому что во славе болезнь просто должна уйти. Знаете, когда вы сказали, что болезнь должна уйти, я подумал, вот о чем. Когда мы одеты в Божью славу, то тогда, как сказано в Писании, ни одно орудие, сделанное против нас, аминь, не будет успешно. Враги не смогут проникнуть в ваш дом. А еще вы сказали мне, вот что, Адам должен был жить вечно. Я верю, что когда мы одеты в славу, у нас будет и божественное здоровье. Аминь. Я верю, что мы будем жить вечно, потому что наше тело — это всего лишь временная оболочка. Но пока мы находимся в этой оболочке, я верю, что Бог восстанавливает все во славе. Разумеется, вы станете моложе, станете живее, болезни уйдут, всем весом придется убежать прочь, даже если у вас была рана на душе. И прямо сейчас я вижу одну женщину, у которой на душе воистину глубокая рана. Вас мучают голоса. На вашей душе лежит тяжелый темный груз, но прямо сейчас к вам приходит эта слава. Прямо сейчас вся эта тяжесть уходит от вас во имя Господа Иисуса Христа. Важно ли преднамеренно искать то, для обретения чего мы были созданы, а именно того, чтобы Бог облег нас в свою славу? Бог облечен во славу, а мы созданы по образу Божьему, поэтому и мы должны быть обличены в эту славу. Не так ли? Да. И мы должны принять решение и начать постоянно жить во славе, потому что дьявол, разумеется, не желает, чтобы вы жили в месте, которое было создано для вас, ведь во славе вы становитесь реальной угрозой для дьявола. Конечно же, он этого не хочет. Слава — это самое могущественное, полное приключение сфера, в которой вы когда-либо пребывали. И она нам очень нужна. Вот почему вам просто необходимо принять это решение. Вы должны сказать, я сделаю жизнь во славе приоритетом номер один в своей жизни. Вы должны сказать, я не собираюсь соглашаться на что-то меньшее. А что бы вы назвали величайшим ключом к славе, так называемых воистину великих дел? В первом послании Иоанна, 4 главе, говорится «потому что поступаем в мире этом, как Он». Там сказано не так, «потому что поступаем в мире этом, как поступал Он», а «потому что поступаем в мире сём, как Он». Так где же сейчас пребывает Иисус? Конечно же, Он пребывает во славе. Он сидит одесной от Отца. Он прославленный Сын Божий, каким Он показан в начале Откровения. Что нам нужно сделать? Так это соединиться с прославленным Иисусом. Нам нужно отождествить себя с Ним. Мы должны взглянуть на Него и увидеть, что Он делает, и стать здесь на земле каналом для прославленного Иисусом и Его деяний. Именно это и есть ключ к великим делам. Как сказал Иисус, «Тот, кто верит в Меня, совершит те же деяния, что и Я, и даже больше, потому что Я ухожу к Отцу». Итак, теперь Он во славе, но в Нем во славе с Ним и мы. Таким образом, посредством этой связи мы приносим славу на землю. На самом-то деле мы, как я понимаю, Джордж говорит нам, «Как только вы получаете откровение...» Джордж, поправьте меня, если я вдруг ошибаюсь. «Как только вы получаете это откровение, оно уже ваше». Аминь. «Оно уже ваше». «Да, уже ваше». «Господи, можешь его не посылать». «Оно уже мое». «Я им дышу». «Да». «Оно со мной и во сне. Я ощущаю его». «Живу им». «Понял?» «Все понял». Надеюсь, вы тоже все поняли. Когда эта слава не сходит на кого-то вроде вас, вы просто молитесь за других людей, и они тоже начинают ее ощущать. Помните апостолы Петра и его тень? Люди хотели, чтобы их осенила хотя бы его тень. Такая сильная слава исходила от апостола, а не от его тени. Это была слава. То же самое было и с вами. Вы просто работали у себя во дворе, и что же случилось? «Да, я обрезал дерево, стоя на лестнице». Сконцентрировался на этом дереве и не думал ни о чем другом. И вдруг с улицы, которая проходит мимо нашего дома, раздался женский крик. «Я исцелилась! Я исцелилась!» Я опустил взгляд и увидел, как какая-то женщина скакала и кричала. «Я исцелилась!» Она действительно исцелилась. Кажется, до этого ее мучила боль в спине и бедре. Она исцелилась в тот самый момент, когда ощутила славу, исходящую от Сына Божьего. А еще вы многих научили тому, как обрести знание о Господней славе. Именно этому и учит нас Слово Божие. Джордж, вы часто говорите слова, которые я... Я не совсем понимаю их, но мне кажется, точнее, не скажешь. Вы утверждаете, что... Ну вот, я процитирую дословно, «вы упали в славу». А как же вы упали в эту славу? На самом деле, важно понимать, что никто не сможет попасть в славу сам. Ее получают не делами, а милостью и верой. И что нам действительно нужно, так это понимание благой вести об Иисусе, который прошел от креста до Божьего престола и искупил нас от падения. Это означает, что мы были распяты вместе с Ним, похоронены вместе с Ним, воскресли вместе с Ним, а также вознеслись вместе с Ним и были прославлены вместе с Ним. Поэтому, когда мы постигаем это откровение, мы понимаем, что мы уже во славе. Слава уже наша, как сказал это Иисус в Евангелии от Иоанна. А именно Он сказал, «Отец, ту же самую славу, которую ты дал мне, я дал им». Как только мы это постигаем, мы понимаем, что самим нам не получить эту славу. И как только мы перестаем стараться это сделать и понимаем, что на самом деле сказано в Слове Божьем, мы словно падаем в то, что было для нас заранее подготовлено. Именно в изначальную среду обитания людей. И именно в славу. С тех самых пор она пропитывает нашу жизнь, и мы начинаем проникаться этой славой. Надо просто прекратить все старания. Отдаться. Не надо ничего делать. Расслабьтесь. Я видел, как вы молитесь о том, чтобы люди падали в славу. У всех них были закрыты глаза. В своем воображении они представляли, что падают в объятия Иисуса и в славу. Чуть позже я попрошу вас помолиться и за наших зрителей. Джордж, вы понимаете, что чем больше вы говорите о славе, тем сильнее ощущается Бог. Вы заметили тут взаимосвязь? Да. Джордж, расскажите нам о чудесах, которые вы видели, когда молились или просто были рядом с другими людьми, или теми, кого вы обучали. Джорджа очень впечатляют люди, которых он обучает падению во славу, а также то, что происходит, когда он это делает. Так оно и есть? Потому что так оно и должно быть. Моя работа заключается только в активации людей. Я не делаю все сам. Приведите нам какой-нибудь пример из жизни. В нашей группе исцеления есть одна женщина, которая регулярно выходит на улицы и проповедует там людям. Как-то она встретила одну девочку-подростка, которая была неверующей. Один из пальцев этой девочки развился только наполовину. Она жила так с самого детства. У нее была какая-то болезнь, и поэтому у нее не развился этот палец. И вот женщина из нашей группы исцеления положила руку на палец этой девочки, а другая девочка, которая тоже была неверующей, наблюдала за происходящим. Она обхватила палец этой девочки и сказала ему расти. И вот у нее взял и вырос палец. Девочка была просто в шоке. Она спрятала свою руку за спину, потому что ее очень потрясло, что у нее вырос палец. Ее подруга закричала, у тебя новый палец. Хочу добавить, что если бы ваша знакомая не спасла эту девочку, и у нее не отрос палец, то благовествовать после этого было бы тяжеловато, разумеется. И не только для этой девочки, но и для всех, кто смотрит нас сейчас. Хочу сказать, что для того, чтобы кого-то спасти, нужно сделать всего пару шагов. Показать этому человеку царство Божие и заслужить право представить его царю. Каждый может стать евангелистом. Расскажите нам о еще каких-нибудь чудесах. Как-то одну из наших служб, посвященных славе и чудесам, посетила одна женщина в инвалидной коляске. У нее был рассеянный склероз. Ей нужно было целых шесть чудес сотворения. Она была почти слепа, потому что ее болезнь затронула нервы. У нее было шесть камней в желчном пузыре. У нее была опухоль в легком. У нее был диабет. У нее была искривлена нога. И еще ей приходилось передвигаться в инвалидной коляске. Я позвал ее на собрание, не зная, в каком она была состоянии. Там я спросил ее, готова ли она сделать шаг веры со мной и встать с инвалидного кресла, что она и сделала. И Господь полностью исцелил ее от рассеянного склероза и всех остальных недугов. Он просто растворил камни в ее желчном пузыре и опухоль в ее легком. Она стала лучше видеться. Она полностью исцелилась, и это было великое чудо. Но это еще не все. Исцелившись, она сразу начала молиться за других, у которых были такие же недуги, что и у нее. Она помолилась, и эта женщина тоже встала с коляски. Аллилуйя. Это нормально. О, да. Я бы хотел, чтобы весь мир был нормальным. О, да. Жаль, что у нас не так много времени, чтобы рассказать все, что записано у меня на этих бумажках. Джордж видел места на небесах, о которых я даже и не слышал. Ну, позвольте мне попросить вас рассказать о небесной клинике исцеления боли. Как-то у меня было видение. В нем я попал на небеса и стал ходить по небесным обителям. Как говорил Иисус в Евангелии от Иоанна, на небесах много обителей. Я гулял там и рассматривал, как все там устроено. И одно из помещений, которое я там увидел, я назвал небесной клиникой исцеления боли. В этом месте людям вводили божественную анестезию. Если у них была боль, чтобы они могли исцелиться. Поэтому, вернувшись с небес, я тут же организовал нечто подобное и у нас в церкви. И все люди, за которых я там молился, сразу же избавлялись от боли. А как насчет другого видения? Только послушайте, что Джордж увидел тогда. Он увидел комнату омоложения. Расскажите. Вообще-то это была комната омоложения органов. И я увидел... Органов? Да, органов. Это еще лучше. В этой комнате я увидел небольшие резервуары с бурлящей водой, а затем увидел ангелов, которые брали органы, такие как почки или печень, которые пострадали от времени, болезни или чего-то еще, и погружали их в резервуары с бурлящей водой. А когда они доставали их оттуда, они были полностью восстановлены, а заодно и омоложены. И вот когда я вышел оттуда, приведу всего один пример. Я помолился за одну женщину. Врач сказал ей, что у нее сердце 80-летнего человека, хотя она была намного моложе. И вот я помолился за нее. После этого она снова пошла ко врачу, и он сказал ей, «Ничего себе! У вас сердце, как у молодого оленя!» Вот что вы должны уяснить. Работа Джорджа заключается в том, чтобы сделать вас нормальными. Работа Джорджа заключается не в том, чтобы вы поставили его на пьедестал, а в том, чтобы вы поставили на пьедестал Иисуса, пребывающего в вас. Когда мы вернемся после паузы, Джордж расскажет нам о своем видении, в котором он увидел, что будет в великой славе. А еще он помолится о том, чтобы и вы упали в славу. Мне нравятся некоторые из тех помещений, о которых вы рассказали мне. Например, комната омоложения органов и многие другие. И вскоре мы к вам вернемся. Не уходите! Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Телеканал ТБН создал новый сервис молитвенной поддержки. Это совершенно иной уровень взаимодействия верующих в едином молитвенном служении. В специально созданном инструменте в Телеграме, где нет ничего лишнего, что будет отвлекать от молитвы, ты сможешь не только попросить о поддержке, но также стать частью глобального молитвенного движения, молясь за других людей. Вместе с тобой молиться за просьбы будут сразу 70 молитвенных групп ТБН из разных церквей по всему лицу Земли. Ходатайствуй самостоятельно или вместе с церковью. Господь обязательно благословит тебя. Чтобы воспользоваться новым сервисом, рассказать о своей нужде, засвидетельствовать славу Божью или помолиться за других, переходи по ссылке в описании и следуй инструкциям. Это сверхъестественно. Сегодня у меня в гостях доктор Джордж Карл. У вас же было откровение о том, что грядет, правда, Джордж? Да, я был в гостиничном номере во Флориде. Это было всего несколько месяцев назад, и внезапно у меня случилось сведение. Я увидел, что к нам на Землю приближается огромная волна пробуждения. Я увидел, что это грядущее пробуждение вберет в себя три основных пробуждения, которые мы наблюдали за последние 25 лет. Это будет сочетание чистоты и очищающего огня Святого Духа, великих и зримых чудес Святого Духа и свободы во Святом Духе. В своем видении я увидел, что это будет сочетание всех этих трех компонентов, но в то же время это, разумеется, будет просто беспрецедентное новое Божие деяние. И это пробуждение приведет к воистину великой жатве, поскольку оно заставит действовать сыновей и дочерей славы по всему миру. И мы будем действовать в этой славе. Я считаю, что это будет такое великое пробуждение, что если кто-то скажет нам, насколько велико оно будет, мы просто не сможем в это поверить. Это будет нечто за пределами нашего понимания. Разумеется, это событие изменит лиг христианства. Да, во всем мире. Оно изменит лиг страны, из которой вы смотрите нас сейчас. Сейчас, Джордж, я хочу, чтобы вы сейчас помолились о том, дабы мы упали в славу и ощутили чудеса. Мне очень понравилась одна ваша молитва, которую я слышал. Начните с нее. Я прошу вас сейчас закрыть ваши глаза, где бы вы ни сидели, где бы вы ни находились. Просто закройте глаза и представьте себе, что через Христа Иисуса вы стали частью Царства Божьей Славы. А сами вы сейчас буквально падаете в мир славы. Вас больше ничто не отвлекает. Вы отпустили все другие мысли, помыслы и все остальное. Просто позвольте себе прямо сейчас погрузиться в эту реальность, которая уже подготовлена для вас. Просто позвольте себе прямо сейчас упасть в славу, поскольку слава не только на вас, но и внутри вас, и вокруг вас. Она начинает струиться из вас, как только вы падаете в нее во имя Иисуса. Бог Отец, сейчас я посылаю Твоему народу во всем мире великую славу. Во имя Иисуса я посылаю славу воскресения, даже в случаях, где людям угрожает смерть, будь то в целесном, финансовом или в эмоциональном плане, или в том, что касается отношений. Я посылаю вам славу воскресения прямо сейчас. А еще я прямо сейчас посылаю вам славу для чудес сотворения во имя Иисуса. Я вижу, как создаются новые органы. Я вижу, как сейчас в горле одной женщины восстанавливается щитовидная железа во имя Иисуса. Даже болезнь Хошимото прямо сейчас покидает ваши тела, и другие болезни тоже сейчас уходят благодаря этой славе. Роковые опухоли сейчас уменьшаются благодаря этой славе во имя Иисуса. Просто примите это прямо сейчас, где бы вы ни были. И даже онемение в вашей руке. Я вижу человека, у которого онемение в руке. Оно просто уходит от вас прямо сейчас. И боль в руке тоже уходит от вас прямо сейчас. А еще я вижу, как у кого-то в спине восстанавливается защемленный нерв. Прямо сейчас он просто высвобождается. И онемение в ваших ногах тоже исчезает прямо сейчас во имя Иисуса. Так что просто обретите ваше чудо, где бы вы ни были. Также Господь показал мне одну пару, которая смотрит нас прямо сейчас. Вы не можете завести ребенка. Вы не можете забеременеть. Потому что в вашем теле, или даже в ваших целах, что-то этому препятствует. Но сейчас я посылаю вам силу воскресения Иисуса Христа. И она уберет все препятствия. Сейчас к вашим репродуктивным органам возвращается жизнь. Я просто хочу, чтобы вы обрели ее и смогли зачать ребенка. Пусть уже через год у вас будет ребенок во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Субтитры создавал DimaTorzok